Доброе утро всем, дорогие друзья! Все, извиняйте за запизнение. Запизнимся я, малеха. Все. Да, опоздал я чуть-чуть. Все, доброе утро, дорогие друзья, любители Торы и Божественного Знания. Все, сейчас мы начинаем. 218-й урок у нас будет. Яков Шатанин с нами. Как Бессмертный. Яков Шатанин, как Брежнев. О, Андрей Балешев, привет. Всем шалом. Все, Божественное Знание с утра, и день пошел в правильном направлении. Шалом. Так, Влад Косов. Хорошо, 28-я глава. И мы продолжаем изучать. Значит, на прошлом уроке мы изучили очень мощные, сильные отрывки с 20-го по, получается, 22-й. О бизнесе. То есть, установка была царя Сламона, что не надо гнаться за пустотой, а нужно быть сфокусированным, сосредоточенным на каком-то одном деле и не гнаться за мифическими богатствами и так далее, потому что все мифические богатства, они не все, но часто плохо заканчиваются, потому что весь мир гонится за богатством, да, все, ну так, все вот это идет погоня такая, и так как гонятся люди и хорошие, и не очень хорошие, то у не очень хороших людей, у них как бы инструментарий больше, чем у хороших. В итоге, конечно, все все равно остается хорошим людям, поэтому игнаться-то не имеет смысла. Все, двигаемся дальше. 23-й отрывок звучит так. Мухиях адам ахарей хэн имца. Ми махлик лошон. Значит, дословно переводится так. Увещевающий человека после приятность найдет больше, чем махлик лошон, это льстец, льстец такой, да. Значит, вообще леохиях это увещевать, да, такое слово увещевать. Вот, значит, я, например, сейчас Викторию Рогову буду увещевать. Виктория, а что вы опоздали на урок? Вот я ее сейчас, например, увещеваю. Значит, первая реакция у Виктории будет какая? Вот как вообще, что это он меня увещевает, да, с какой радости. Правильно? Или там залман-залман, шалом, вот уже мешает, можно сказать, нам урок проводить, да. То есть вот эти вот увещевания очень тонкая вещь, очень тонкая вещь, потому что ты как бы в момент, когда ты кого-то критикуешь, то ты прямо врываешься в его эго, и ты прямо в его эго врываешься с сигналом опасность. Враг, враг пришел, да. То есть любая критика, она у человека внутри сразу фиксируется нападение, нападение. Вот у меня жена пришла на урок, да, я сразу сел ровнее, испугался малеха, да. Вот мы как раз про критику общаемся. И, значит, как написано в Торе, когда Бог создал женщину, человеку, да, первому человеку, то он ее создал эзеркэнэгдо, эзеркэнэгдо, это помощник против него. И многие женщины думают, что их функция исправлять мужчин, как бы быть против него. И вот как раз здесь написано, что тот, кто увещевает человека, после найдет приятность больше, чем льстец. То есть в момент, когда льстец говорит человеку, вот там, молодец, красавчик, это самое. Вот видите, Виктория сразу, она у нее есть обязательно, я знаю, что любой человек, которому ты делаешь замечание, у него всегда есть объяснение. Вот Виктория даже Рогова, я просто пошутил, я чисто так для примера. Но она сразу написала, я в больнице была, и мне уже неудобно, что я ей сделал замечание, что она опоздала, а она в больнице была. То есть зачем я делаю ей опоздание, смысл в этом, да, то есть я и так знал, что если Виктория Рогова пришла чуть позже, значит, ну и есть веская причина, что я лезу со своими, там, вот, опоздала, не опоздала. Она что, на часы не смотрит, смотрит. То есть, ну, все же взрослые люди. Я, например, очень против увещевания. Я против категорически, я не хочу, чтобы меня увещевали, и сам не люблю никого увещевать. Но вот сейчас знаю опасность этого процесса. Процесс увещевания – это опасность, это все время ходить по тонкому льду. Любой человек, которому вы делаете замечание, надо это знать. У него есть оправдание. Мы уже учили, каждый человек прям в своих глазах. Каждый, там, если он особенно Ашир, он еще и хахам, умный в своих глазах. И каждый человек, он как бы на своей волне, и когда ты ему врываешься и говоришь, что ты сделал что-то не так, у него сразу сигналит, как не так. Я сам что, не знаю, как мне жить. И он дает объяснение, и у него в ответ идет нападение. То есть, кемаем по ним ли по ним, как лево дам ли лево дам. Мы учили, нам царь Соломон объяснил. Как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце человека отражает твое к нему отношение. Получается, что если я пришел к Викторию Рогову увещевать или нового Каверина, например, я сейчас ее буду увещевать, то в этот момент я ее хочу увещевать, а какое она ко мне тогда испытывает как отражение? Такое же. То есть, когда ты делаешь кому-то замечание, знай, в этот момент он делает замечание тебе. Все. Честно, справедливо, как перед зеркалом. Ты ему, он тебе. Ты ему, он тебе. Все. А тогда это на что похоже становится? На войну. То есть, идет, начинается бой. Теперь говорится так. Говорит Шлома Меллах так, что после он найдет приятность, что значит после. Вот, например, ты кого-то поувещевал и даже объяснила нам Виктория Рогова, что она была в больнице и она поэтому опоздала. И даже она при этом сказала, это как на себя посмотри, ты сам там иногда опаздываешь. Но в итоге она запомнила. И в следующий раз, возможно, она и не опоздает. Понятно. То есть, в конце ты человека ранил. То есть, ты ему принес страдания. То есть, знать надо четко, что увещеванием ты приносишь ему страдания. Теперь, когда ты ему принес страдания, он в этот ответ, в этот момент, он недоволен. В этот момент, он сразу, у него на автомате идет на тебя война, реакция. Но потом, говорит нам Шлома Меллах, после он, тот, кто увещевал, он найдет приятность. Почему? Человек подумает, а что мне сделал замечание вообще? Да? Вот, когда он уже отошел. Что мне сделал замечание? Он обидеть меня хотел или он мне как лучше хотел? Вот, например, родители ругают детей. То есть, понятное дело, что в момент это конфликт, момент самого увещевания. Но после дети могут сказать, да, ведь, ну, мама же мне добра хотела, когда меня к порядку приучала. Ну, к примеру, там. Или папа, когда меня заставлял там спортом заниматься, мне хотел добра. Понятно, да? Хорошо. Теперь, 24-й отрывок. С этим понятно, да? То есть, когда увещеваешь, знаешь, что тебе скажут спасибо посмертно. Потом тебе скажут спасибо. То есть, в момент увещевания ты должен знать, что, скорее всего, будет конфликт. Дальше. 24-й отрывок. Гозель ави веймо вэумер эн паша хавэр у лишмашхит. Значит, тот, кто грабит папу и маму, и говорит, нету здесь никакого преступления. Хавэр у, друг он к человеку, который портит. Что имеется в виду? Значит, поступки, поступки любого человека, ну вот, кроме себя, легко осудить, да? То есть, например, когда человек смотрит на себя, у него всегда объяснение. И он говорит, ну, я не мог по-другому, я там, и так далее. То есть, у него есть человек в чужом глазу видит церинку, в своем бревно не замечает. Теперь, когда человек смотрит на других, он в них замечает вот эту церинку. Но иногда, иногда, иногда человек может, например, другому тоже сказать, да ладно, мол, ничего плохого ты не сделал, он его как бы успокаивает. Это нам дал царь само на обратную сторону. То есть, когда ты увещеваешь, то это вызывает конфликт. Но потом тебе скажут спасибо. Когда ты говоришь человеку, который даже делает такое преступление, как он ограбил папу и маму, а ты ему говоришь, нету здесь преступления, все нормально ты сделал, да? То есть, ты как бы его не увещеваешь. То есть, ты думаешь, что буду с ним ругаться? Ну, делает он что-то плохое. Ну, так, ну и ладно, пропущу, скажу, что ничего плохого ты не делаешь. Ты попадаешь в обратную ловушку. В какую? Друг он к тому, кто портит. То есть, ты становишься соучастником преступления. Если ты увещеваешь, так у тебя есть шанс его исправить, и потом он скажет тебе спасибо, а если ты покрываешь его преступление, то что тогда? Ты становишься с ним соучастником преступления, ты как будто бы портишь. Вот непонятно пока. Вот ребенок, есть ребенок. Если я, например, ребенку говорю, ты там, значит, неправильно себя ведешь, ругаю его, увещевают. У меня с ним конфликт. Логично? Логично. Ему больно. Но я стою на своем, говорю, нет, вот ты, значит, не прав, и он потом мне скажет спасибо, потому что, ну, то есть, тот, кого любят, того увещевают. Теперь, если наоборот, я покрываю его преступления и говорю, даже на такие преступления, как ограбил папу и маму, я говорю, нету здесь ничего страшного, ну, проспал, ну, не пошел, ну, не сделал, ну, то, ну, все, да, какая разница, спокойно. В этот момент я становлюсь как хавер-друг для того, кто портит. Понятно? Вот и решают тут. Или увещевать и ругаться, или же пропускать все, но быть соучастником преступления. Вот такая вот история. Непонятно. Хорошо, давайте дальше. Следующий, 25-й отрывок, 25-й отрывок, он нам говорит вообще о внутренней психологии. Вот тут попроще. То есть, вообще, самое сложное в этом мире, это взаимоотношения с другими людьми. Брухатады, ну, или, ну, шокольня, бедро. А есть помешатель? Вау. Да, Олег, спасибо тебе за кофе, спасибо. Вот, вот я и думаю, Олег мне сделал кофе. Вообще. Ну, вот он, я надеюсь, Олег, что в следующий раз, ты не обижайся сейчас, конечно, но в следующий раз я тебя прошу, да. Один сахар, а не два и не размешиваю. Он положил два и не размешиваю. Да, все. О. Дальше, вот смотрите. Значит, 25-й отрывок звучит так. Рехав, Нефеш, Игоре, Мадонна. Тот, у кого широкая душа, он пробуждает суды. Убутех, Аляшем, а тот, кто полагается на Бога, и душа, он будет жирный. А, как переводят там, скажи, как на русский перевод? Алчная душа разжигает ссору, а потучнеет уповающий на Господа. Значит, переводят так. Алчная душа разжигает ссору, а уповающий на Господа потучнеет. Станет как туча. Значит, это неправильный перевод. Правильный перевод дословный. Широкая душа пробуждает суды. А Бутех, Аляшем, тот, кто полагается на Бога, и душа потучнеет. Оставим слово потучнеет, очень хорошее. Значит, что имеется в виду, объясняет Малбим. Я в основном иду по комментарию Малбима. Он говорит так. Вот здесь человек, он, значит, у него вот это Нефеш, это животная душа. И у него много желаний. Он хочет там, у него столько желаний, и то он хочет, и это он хочет. И там у него просто вот весь мир его должен быть, по его мнению. Он говорит, все мое. В этот момент, понятное дело, что не все его, и у него все время будет не выполняться какие-то из его желаний. То есть, вот много желаний, это я вчера вечером так прямо у меня было, ну не открытие, но такая мысль. То есть, у меня вот есть, вчера был, можно сказать, в чем-то очень удачный день. Прям дико удачный день, что-то было очень хорошее. Но при этом было еще 10 вещей, которые у меня не получились, то, что я хотел сделать. И они были не закончены, не получилось и так далее. И у меня вот это очень хорошее, то, что получилось, оно просто смазалось и стерлось тем, что не получилось. То есть, чем больше у тебя желаний, тем больше будет нереализованных желаний. Чем больше нереализованных желаний, тем больше у тебя будет вот этот вот, когда говорится, что тот, у кого это широкая душа, но животная душа, да, у него желания материальные. Он на кого будет возмущаться? Он на Бога будет возмущаться. Что мне так не везет? Почему такие дураки вокруг все там? То есть он все время недоволен внешней реальностью, потому что когда у тебя много разных дел, реально от тебя мало что зависит. То есть ты все время зависишь от других людей. То есть чем ты больше расставил себе вот этих вот проектов, людей, целей, все они завязаны на других людей, тем больше вероятно, что у тебя будет 90% невыполнено, недореализовано, выполнено не так и так далее. И вот эта вот широкая душа, она пробуждает все время суд. С тем суд? И с людьми суд, да? Потому что если ты с тем-то делаешь проект, ты или кому-то ты что-то поручил, он не сделал. Ты что ему скажешь? Ты можешь его в бизнесе Лолио Хер не увещевать? Ты не можешь, ты должен ему сказать, слушай, а что ты не вовремя сделал? А он тебе скажет, а я в больнице был. А в этот момент он скажет, а ты тоже мне в прошлый раз не... И пошло-поехало. Суды здесь, суды на небе. Вот, блин, почему мне так не везет? Что это такое? И так далее. То есть широкая душа пробуждает суды. Убутэа халяшем, а тот, кто полагается на Бога. Он говорит, секундочку, зачем мне все эти миллион проектов? Зачем? Вот один проект, и я буду с этого проекта, как мы земледелец из Ба Лехем. В этого дома тот, кто земледелец, он насытится хлебом. То есть вот у меня один проект, вот я верю в Бога. У меня потребности какие? Даст Бог день, даст Бог пищу. Чего я буду все время морозиться? Больше, больше, больше. У меня, в принципе, для нормальной, комфортной жизни у нас, ну, даже у обычного, среднего человека все есть. Есть где-то, где поспать, где-то есть, что поесть, что на себя одеть есть. То есть относительно того, как жили люди там 200, 300, 500 лет назад, так-так цари не жили, как сейчас живет просто обычный человек. Просто ему мало. Обычному человеку мало. И он из-за этого включает, включает целый движняк, а потом в этом движняке, говорит царь Саламон, расширяющий душу, значит, он пробуждает суды. А полагающийся на Бога потучнеет. Что значит он потучнеет? Он в одном этом деле потучнеет. То есть у него есть одно это дело, и он его делает качественно, он его делает прямо, ну, виртуозно, он его делает с наслаждением, он его делает реально 10 часов в день, и совершенствуется в нем, и молится о нем, и он прям реально, ну, там, все применяют, все конвенциальные и неконвенциальные способы преуспеть в этом деле, да, что имеется в виду. Молится, дает сдаку, там, сгулот, учится, и он все в этом деле совершенствуется, совершенствуется. То написано, дальше мы, по-моему, это будем изучать, что Хазита Ишмаир Бамлахто, видел ты человека, который быстро в своей работе, перед царями он будет стоять, и не будет он стоять перед людьми темными. То есть, если ты становишься великий мастер в любом деле, то тогда ты будешь перед царями стоять, а цари хорошо платят. Обычно. Ну, то есть, если это цари настоящие, они хорошо платят. Все. Вот это был 25-й отрывок. Полагайся на Бога. О, а вот это вот Игорь Снежко, вот он открыл секрет. Это тоже царь Соломон говорил, что все дела, которые здесь делаются, это из зависти человека к ближнему. Я могу по себе сказать. Вот я только, только я успокоился чуть-чуть, так все хорошо, так все, знаешь, дело, работа, работает. Открываю Инстаграм, смотрю люди, которые мои, ну, там, в том же бизнесе работают, а они там прямо круче, чем я, что-то делают, все. Все, я сразу и все мне не в радость, и надо опять что-то новое начинать, и надо опять, ну, то есть, как бы, вот эта зависть, она реально в человека прошита, это никуда ее не денешь, и она заставляет, а так как сегодняшний мир, это мир вот этих внешних витрин, которые пробуждают зависть, все эти Инстаграмы, Фейсбуки, все же, фотографии там, все у меня вот там вообще, я там в такой мкафе, все, и ты смотришь, думаешь, блин, а я тут сижу с этой пальмой, вообще тут протисая в этом тире. Хорошо, друзья, все, удачи, успехов, давайте подведем итоги, итог, итог один, какой у нас итог, что не, не увещевать, но и не, если тебе это реально важно, то и не, и не, как бы, не пропускать, как здесь найти золотую середину, не знаю, но реально, как бы, по закону увещеваешь, получаешь, не увещеваешь, соучастник преступления, и тоже получаешь потом, ну, как бы, как снежная ком, она дальше катится, как увещевать, непонятно, теперь, дальше, и чем больше хочешь, тем больше у тебя будет не получаться, это, это понятно, и просто нужно, нужно сделать баланс между своими желаниями, лучше все это каким-то образом сфокусировать, все, удачи, успехов, напишите, пожалуйста, свои, свои, выводы в комментариях, поделитесь, поставьте лайк, поделитесь страницей, пригласите друзей, если вам понравится какой-то урок, мой, может быть, или какие-то у нас есть на портале воикра, много разных уроков, и вы хотите, вы хотите прям нести свет Торы людям, значит, можете прямо дать денежку Якову Шатадину и сказать, я хочу все деньги на рекламу этого урока, и какие-то уроки можно в честь там чего-то, или для чего-то, или там, например, за здоровье кого-то, или и так далее, то есть можно взять какой-то урок, и его на, ну, как бы, распространять, и это будет божественная духовная поддержка на хорошие разные дела, это очень классная тема, значит, удачи и успехов всем, чтобы у всех было здоровья, вот, внука увещевать или нет, не знаю, вот, Галина, увещеваешь, он обижается, не увещеваешь, он портится, но, скорее всего, надо увещевать, но, как-то надо правильно увещевать, надо, в любом деле, нужно узнать у экспертов, как правильно это делать, и, и, вот, есть разные варианты, надо попробовать все, но для того, чтобы знать, какие варианты, нужно погуглить, как правильно увещевать внука, или, просто, как правильно увещевать, критиковать, есть, наверняка, технологии, все, удачи, успехов, и, до завтра.